Пастор 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 Очень интересный вопрос. Я знаю одно, по моему пониманию, изучая Писание и о том, что должно происходить в последние дни. Это не просто модное какое-то повеяние или модное течение. Я верю, что это исполнение Божьих планов перед вторым пришествием Мессии. Пастор 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 не придет, потому что должны определенные условия исполниться на основании Божьего Слова, знаки того, которые должны исполниться перед тем, как Он придет. Нужно быть проповедовать Евангелие во всех народах и прочее, иисус когда-то стоял на горе Елеонской, иисус когда-то стоял на горе Елеонской, и Он смотрел на Иерусалим и говорил вот эти известные слова, знаменитые слова, Иерусалим, Иерусалим, сколько и вас пытался собрать. Вы помните, и так далее. И Он говорит дальше, ныне остается ваш дом пуст, и вы не увидите Меня, доколе не воззовете, Баруха Баби Шем Аданай, благословен грядущий во имя Господне. Он обращался не к язычникам, он не обращался ни к церкви, он обращался к Иерусалиму, он обращался к своему народу. Он говорит, что ваш дом останется пуст, храм, Дух Божий отойдет, и вы Меня не увидите, то есть я не явлюсь до тех пор, пока вы сами не воззовете ко Мне. И мы сейчас видим в отношении Израиля и отношении иудейского народа, которые на самом деле не принимают Мессию, не принимают, но во всяком случае, большое большинство из них против. Но однажды это произойдет, когда на уровне всей нации они воззовут. Вы знаете, ни одно пробуждение никогда не приходило в Писании, если кто-то не молился. Бог всегда сотрудничает с человеком. И вот церковь должна занять вот это место, чтобы молиться и ходатайствовать об израильском народе в этом плане. Немножко вернемся к нашему вопросу. Еще одна минута у вас. Чем тогда вызвано вот это вот то, что происходит? Это то, что Дух Божий, я верю, делает в сердцах людей, в сердцах церкви, поворачивая многих из них в отношении к Израилу. То есть то, что делают эти люди, это нормально и правильно? Но то, что делают эти люди, это очень часто ненормально и правильно, это крайности. Вы знаете, это как младенчество в каком-то смысле. Я извиняюсь за такое слово, но это так. То, что это происходит, это правильно, но как это происходит? Как всегда, есть много крайностей. В одну сторону или в другую сторону. Я абсолютно в этом уверен, что в конечном итоге Бог это все выровняет в правильную позицию. Это вот как эта бена, которая всплыла. Но это Божья работа. Борис. Вот очень согласен с пастором Юрой. Вот эта последняя его ремарка, она очень важна. Мы, собственно, живем в первое поколение такого предпоследнего времени, если так можно сказать. Когда начинается та часть восстановления, восстановление церкви, восстановление тела Христова, которое было как бы отложено. То есть мы знаем, что вот реформация, пятисотлетие которой празднуется в этом году, это было великое восстановление многих истин Библии. И в начале Мартин Лютер провозглашал, что его базовые стихи – это римлянам 1, 16, 17. А потом он ограничился 17 стихом. Он уже говорил только о 17 стихе. Почему? Напомните, что включает в себя 17 стих. 17 стих говорит, это цитата из пророка, который говорит о том, что праведник верой жив будет. Но перед этим 16 стих. Я не стыжусь благовестия, благовествования Христова, которая и сила Божия ко спасению всякому верующим. Обычно проповедники ставят точку здесь. Но там дальше идет порядок новозаветнего благовестия. Во-первых, Иудеи, затем и Эллина. Как написано, праведник верой у пророка своей, здесь праведник верой жив будет. И Мартин Лютер в начале, он верил, что евреи, увидев восстановление евангельских ценностей и восстановление правильного перевода Танаха, Ветхого Завета, они просто побегут в обновленную церковь. Частично это начало происходить, но не в тех масштабах, как он ждал. И потом, вы знаете, он ожесточился против крестьян, против анабаптистов и против евреев особенно. И он 16-й убрал. Но это было основание. И вот из-за некоторых таких крайностей, о которых как раз сейчас идет речь, реформация, она отложила восстановление истины об Израиле на столетия. На столетия. И мы живем в то время, когда вот эта часть истин Библии действительно восстанавливается в церкви. Когда это происходит, всегда начинаются побочные, плотские и даже демонические явления, которыми мир и враг стараются скомпрометировать Божье дело. То же самое происходило и во время реформации, особенно в первые десятилетия. Достаточно вспомнить Иоанна Лейденского и знаменитую эту коммуну, где они дошли до такого в своих попытках восстановить жизнь первоапостольской церкви, что они устроили полный коммунизм, полное обобществление всякого имущества насильственного, а потом обобществление жён. При этом католики очень сильно обвиняли всех протестантов, показывая на них. Следующее. Великая крестьянская война в Германии. Она шла под лозунгами реформации. Страшное насилие. Страшное насилие. Католики показывали, говорили, вот к чему привела ваша реформация. Десятки и сотни тысяч убитых, что заставило Мартина Лютера качнуться в противоположную крайность и начать призывать протестантских баронов и князей убивать этих крестьян, как он писал, как бешеных собак. Бешеных собак, да. И так далее. Но, посмотрите, прошло время, многое устоялось. И никто сейчас, ни католики, ни даже православные борцы сектами не обвиняют протестантов в этих ужасах. Нечто подобное происходит сейчас вот этим еврейским восстановлением. И хочу добавить. Последние годы, общаясь с пастырями, епископами в разных странах, не только в русскоязычном пространстве, но и в других, по-русски не говорящих, я им все время повторяю. Друзья, ситуация следующая. Бог нечто делает в этом направлении. Вот этот интерес, это не просто какие-то мировой сионский заговор. Жидомасоны объединились теперь, чтобы вот навязать эту тему наивным чистосердечным христианам. Это Бог возбуждает интерес к Писанию как таковому, потому что сотни мест Писания. Если вы будете просто игнорировать это, или будете говорить людям, «Да не лезьте туда, зачем вам эти еврея? То что вам мало нашего, родного русского христианства, украинского христианства, американского христианства, нашего баптистского, пятидесятнического, харизматического, ну или одного из течений харизматического, то люди закроют, как принято высокобарно говорить, свои уста, но тайно будут заходить в интернет и получать информацию об этом с черного хода, таких как стейли». Похоже, что-то подобное происходит, потому что, причем здесь русское, или украинское, или американское христианство, здесь есть просто христианство. Судя по тому, что вы говорите, оно не восстановлено, ваша фраза, нужно восстановить церковь. Конечно. По-вашему, церковь на данный момент не восстановлена должным образом. Она только в процессе. Не, ну в процессе всегда был и будет всегда. Но судя по тому, как вы рассказываете или Юрий о заявлении, происшествие невозможно, пока евреи как нация не обратятся. Совершенно точно. Хорошо. Ну, я не хотел бы так сильно уклоняться сейчас, потому что хотелось бы идти немножко по плану, но даже обращение нации, не кажется ли вам это очень подозрительным? Разве есть хотя бы одна нация на земле, которая вся обратится? Можно ли так сказать, украинская нация обратится или русская нация обратится? Разве это не связано с личной верой человека? Откуда вот эта идея, еврейская нация вся обратится? Она из Библии. Можно я процитирую? Да, можно. И куда она обратится? Ко Христу имеется в виду, да? Исайя, глава 45. Я вот как раз именно открыл на эту тему. Исайя, 45 глава, 14 стиха. Так говорит Господь, труды египтян, торговля эфеоплян, совейцы и так далее. Люди рослые к тебе перейдут, будут твоими, они последуют за тобою. В цепях придут, будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израиля, Спаситель. Все они будут постыжены, посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены в веки веков. Потому что, так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бога, образовавший землю, создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. И так далее. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. И последние два стиха этой главы. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. И даже люди, которые считают, что с Израилем, как с избранным Божьим народом, давно покончено, и все хорошее об Израиле в Ветхом Завете относится теперь к церкви, они не цитируют этот стих. Я вас понял. Я выступаю в роли модератора. Я не хочу повторить своих прошлых ошибок, когда я слишком переусердствовал в своих точках зрения. Но вы же хорошо знаете Библию, лучше, чем для эти все темы. Знаете, почему вы не делаете оговорок, что не все те израильтяне, которые от Израиля, раз, но дети обетования, признаются за всеми. Не тот иудей, который таков по наружности, два. Почему вы обобщаете весь Израиль? Почему Господь, который вывел народ из рабства египетского, потом неверующих, погубил? Сам Господь спас, потом погубил, и вы об этом знаете, пишет Иуда. И здесь интересный такой общий взгляд, весь Израиль спасется. А где частная вера? А вера – это выбор отдельного человека. Он может верить, может не верить. В зависимости от веры он будет обращен или отпадет. Как написано о ветвях? Они отпали невериям. Если не пребудут в неверии, привьются. Это их ответственность. Здесь же какой-то интересный взгляд. Весь Израиль спасется. Откуда это? Откуда? Я бы мечтал, чтобы Украина все спасла. Конечно. Но просто об Украине ничего не написано в Библии. Я это понимаю. Но неужели Бог относится по-разному? Видите, Александр, я думаю, что вот такие вопросы возникают, когда у нас такое фрагментарное мышление, когда мы вырываемся как секс-то и не видим общую картину, будем так говорить, Божьего спасения изначально, еще до начала мира сотворения человека, избрания Авраама, избрания народа израильского, который должен был в себе, в своей вере выносить. Вот сегодня брат говорил вначале, это очень интересно, Бог избрал народ израильский не просто так, в отличие от всех народов. Вы говорите, почему украинцы или молдаване? Я всегда отвечаю так. Избрал бы Бог молдаван или украинцы, говорили, почему украинцы? Я это понимаю. Неужели вы в понятии избрания не вкладываете определенную миссию, которую они должны были выполнить? Абсолютно. Точно так, как Дева Мария, она выполнила свою миссию и на этом ее миссия закончена. Все правильно. Дело в том, что она еще не закончена, в этом весь вопрос. Бог избрал Израиль не для того, чтобы просто вывезти из Египта, ввезти в обитовинную землю. Исходе 19 глава брат об этом упомянул. Бог их привел к себе, то есть он хотел познакомить Бог с собой, Бог хотел открыть себя. В это время, как и в сегодняшнем мире, все язычество лежало в страшных извращенных пониманиях, мира и так далее. Бог хотел открыть себя, свою сущность, научить этот народ, дал ему закон, научить его святости, научить его принципам и законам, и чтобы они стали священниками, открыли Бога Авраама Исаакова и Якова, Авраама Исаакова и Якова всему миру и стали светом и благословением для всех народов. Получилось? Не получилось, мы сегодня слышали. Весь народ получил? Нет, не получилось. Но Бог двинулся дальше, и сегодня Церковь Божия, которая состоит из евреев и неевреев, евреев, которые приняли Ишу, как Спасителя. И язычников, которые присоединились, привились к этому дереву, к этой маслине, они стали одним целым. И Писание, что интересно, разделяет человечество в духовном смысле на три категории людей, а в физическом смысле на две. Есть евреи, иудеи, есть язычники, в духовном смысле есть евреи, есть иудеи, то есть елены, то есть язычники, есть иудеи, и есть Церковь Божия. Понимаете, да? И вот Церковь Божия, она заняла ту же самую позицию, в том смысле, Петр говорит, вы никогда не народ, ныне народ, царственное священство. Церкви тоже призвание быть царственным священством. Но с Израилем еще не закончено, потому что ни с украинцами, ни молдаванами, ни другими народами Бог не заключил завет, который всегда безусловный, который никогда не может закончиться, и который в конечном итоге исполнится множество мест Писаний, говорит, что в последние дни Исаи об этом говорит, и в Новом Завете об этом написано, что он станет светом для всех народов и благословением для всех народов. Но и все-таки, Юрий, если обобщить, спасается еврей верой или это оптовое спасение? Ну, ну, сейчас все спасаются верой, но Писание, как если мы затронули вопрос Римлянам, 11 глава, о течении и так далее, и там Писание говорит об остатке. Вот этот весь народ, который останется из Зерилии, будут суды еще против Израиля. Это, ну, как бы немножко отдельная тема. И вот тот остаток, который останется весь, в национальном масштабе он спасется. Захария, 12 глава, очень четко об этом говорит. Писание говорит, Захария начинается такими словами, вот слово Господне об Израиле. Сегодня много есть политики и прочие люди говорят об Израиле. И он говорит об этих последних днях. Иерусалим станет чашей иступлений и так далее. Это происходит сегодня на наших глазах. И далее он говорит, что я изолью дух благодачи и умиление на дом Давида. Помните? И они возряд на меня, в английском которого пронизили. Это будет национальное излияние святого духа. Последний вопрос к Юре, и вы прокомментируете. Значит, вы сказали, что Израиль, как остаток, который остался, весь спасется в национальном масштабе. Там каждое колено будет. То есть, получается, текст Писания, который говорит, весь Израиль спасется, не имеет отношения ко всем векам, имеет отношение только к последнему поколению перед пришествием. Да, конечно. То есть, в веках Израиль был наказан за неверие, а по вашей версии, остаток, который останется... Абсолютно. Это будет национальное спасение всего остатка. Совершенно согласен. Как раз именно это имеется в виду. И когда возникла эта тема, о том, что только Израилю обещано, что тот Израиль, который будет в то вот последнее время, мы не знаем, когда оно будет, не знаем детали, не знаем, как это все будет точно происходить, что он весь спасется. При этом, есть подобное пророчество у Иеремии, и на них ссылается в знаменитой 11 главе апостол Павел. И он конкретно говорит, он цитирует Исаию, и придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И это объясняет предыдущий стих. Он говорит... Странно это звучит, Борис. А для нас очень много в Библии звучит странно. Я это все понимаю. Я всегда это понимаю. Но слишком все мистически звучит. Придет и отвратит. Он уже пришел. Он уже все решил. Люди отказались от этого решения вопроса. Теперь он придет специально к ним, без их участия, без их вовлечения. Как это без их участия? Как это без их участия? А чего же они сейчас не участвуют? В том, что он уже совершил. Александр, очень разумные, рациональные как бы сомнения и вопросы. Только их адресовать надо апостолу Павлу, и депутат святому. Потому что это он так написан в Библии, причем в Новом Завете. А я еще одно место процитирую. Их можно много. Тоже из Исаии. Уже из 46 главы. С 3 стиха. Послушайте меня. Дом Яковлев. И весь остаток дома Израилева. Принятое мною от чрева, носимое мною от утробы матери. Он показывает им начало народа. Я до старости вашей, и до старости вашей я тот же буду. Отец святов, которым нет изменений, ни тени, ни перемены. Он обещает верность Израилю до скончания времен. И дальше. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Великое обетование народу навсегда. Сколько руководство церкви провозглашало отмену этого, сколько просто ну еще до того, как христианство стало имперской идеологией в Римской империи, сколько отцы церкви, некоторые апологеты уже торжествовали полную отмену этого. И вот-вот ждали, когда это все вообще будет нивелировано. И как мы знаем, не только этого не произошло, но мы живем в то особое время, когда явным, уже видимым образом Бог начинает исполнять эти обетования. Борис Юрий. Спасибо за ваши ответы. Движемся дальше. Мне все равно почему-то думается, что присутствует достаточно много спекуляций на этой теме. Господь конечно продолжает вершить свою волю и творить историю человеческого рода. И скорее всего, как мы наблюдаем по Библии, расклад событий предполагал пришествие Христа и большой поворотный момент прежде всего в судьбе Израиля. И если люди не узнали Христа, если люди в силу разных причин, сейчас мы их не обсуждаем, не поняли вот этот важный поворот в истории Израиля. Написано Господь многократно издревле, многообразно говоривший к отцам в пророках, говорил в сыне. Происходит очень важный поворот. Бог говорит в сыне, который поставил наследником всего. Как можно утверждать, что Бог продолжает поддерживать отношения с Израилем, который не признает Бога, говорящего в сыне. Не признает Бога, говорящего в сыне. Раз. Номер два. Иоанн пишет, кто любит родившего, тот любит и рожденного от него. Как Израиль может сохранять, или как мы можем утверждать, что Израиль сохраняет прежние отношения с Богом Отцом, если он не любит рожденного от Него. Иоанн имеет в виду Христа. Далее Павел пишет, кажется, в Колоссином, что он говорит, Бог во Христе примирил обоих с Богом. И те, и другие в одном духе имеют доступ к Отцу. Если речь идет о мессианских евреях, понятно, вопросов нет. Если речь идет обо всем остальном Израиле, как они имеют доступ к Отцу, весь остальной Израиль, если заявление Павла говорит, те и другие и язычники евреи имеют доступ к Отцу через Христа. То есть напрашивается очевидный вывод. Нет доступа к Отцу у той части Израиля на данный момент, который не признают рожденного Иисуса Христа. Прокомментируйте. Я не зря в прошлый раз упомянул, недавно говорил о том, что Бог разделяет на три категории людей. Человечество на данный момент. Иудеи, апостол Хайл пишет Коринфянам в 10 главе в конце. Да, я знаю. Иудеи, елены и церковь Божия, которая состоит из тех и других, те, которые приняли, уверовали евреи и из язычников составляет одно тело, одно целое это церковь Божия. То, что касается иудеев и израильского народа, которые сегодня не принимают Иисуса и как Бог может с ними продолжать дальше дело, очень простой ответ, который может быть не понравится современным либеральным чеологам, учителям о разводах. Бог сочетался с Израилем на веки. И Малахи в Писании написано, кстати, в русском переводе по-другому, в английском, если вы знаете, вторая глава, кстати, это вот по поводу неправильных переводов. Бог говорит, я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израиль. Что вы говорите, пастырь Юрий? Да, абсолютно. Как-то в нынешнее время, когда столько свободы вошло в церковь. Ну да, Бог ненавидит развод, Бог, завет заключил, и Он его сохранит до конца с Израилем и с иудейским народом. Просто, вы знаете, Александр, я еще раз так понимаю, что вот эти все стихи, которые вы процитировали, они вырванные, в общем, это фрагментарно и соединенные искусственным образом. Нужно сначала видеть всю картину искупления. Очень простая. Что Бог от начала делал, какой был план для еврейского народа, из их недр вышел Мессия, почему именно из этого народа должен был, а не с какого другого народа прийти Мессия. Он должен был ограничен законом, чтобы Иисус мог исполнить этот закон. А почему Мессия не мог родиться от другой женщины? Он родился от Марии. Это был Божий план. Да, очень все просто. Все правильно. И тот же народ еврейский, это ничем не особенный народ, потому что Авраам, тот же самый Халдей, вышел из ура Халдейского. Абсолютно. Я же говорю. Из-за того, что пошел за Богом, уверовал в Бога, он стал евреем. Замечательно! Буквально на прошлой неделе я проводил как раз трехдневный курс на эту пресловутую еврейскую тему, как у нас говорят, в самой большой стационарной библейской школе Украины. Там почти 600 студентов. И как раз масса вопросов, много записок, масса вообще. Один из вопросов, так что ж такое? Что за лицеприятие у Бога, который не лицеприятен? Почему он именно евреевый? И я как раз именно вот то, что Алекс сейчас говорил, я, если так можно выразиться, повторял студентам. Я говорю, послушайте, по сути своей Бог не избрал евреев как таковых. Хотя написано об этом. Бог нашел одного язычника в море и дал поклонство. Позвал. Он обращался ко всем, он не лицеприятный. Но один открыл под это великое чудо. Нашел этого халдея из халдейской среды, из халдейской столицы, из столицы идолопоклонства, который уверовал. Мало того, что он теоретически уверовал, что да, есть некое высшее начало. А он уверовал в единого личного Бога. Мало этого, он отдал ему сердце и жизнь. И когда тот сказал, все, выходи, иди туда, не знаешь куда. Он повиновался при зоне. Это вообще ничем не сравнимо. И он сделал его первым евреем. Да. Если бы он нашел такого среди славян, тогда славян не было. Так почему каждый человек, который следует отцу веры, Аврааму, не может себя рассматривать точно в таком же статусе? Ведь Авраам сделался отцом всех верующих. Да. Тогда в чем, почему придается такое значение еврейскому народу как нации, не по признаку веры, а по признаку национальности? Ведь Авраам объединил в себе всех верующих. Это главное, чем он привлек внимание Бога. Ну, я бы так за Бога не решал. Но вы же сами сейчас сказали. Нет. Авраам не объединением всех верующих, а своей, как раз вот то, что вы говорили, частной, личной верой, которая привела к кардинальному выбору на всю жизнь его и его потомков. Так вы же точно так поступили, как Авраам. Вы поверили в Христа. Принципиальная разница. Я поверил в того Мессию, в которого до меня поверили сотни миллионов людей. И я поверил в того Мессию. Ну, с вами это нехороший пример, потому что вы еврей. Со мной, давайте на мне. То же самое. Потому что вы здесь нет разницы. нет ни Элина, ни Иудея. Клоните на бенефиты особенные. Не Элина, ни Иудея. Правильно. В этом вопросе. Помните, как Павел написал, Аврааму вменилась вера в праведность и не только ему одному, но и нам вменяться, верующим. Совершенно. Я считаю, что мы все одинаковые через Авраама и в Аврааме, который стал отцом множества народов, не только еврейского народа. в вещах, в отношении веры в единого Бога Израиля и Библии нет разницы. В отношении любви Бога к нам нет разницы между евреями и неевреями. В отношении пути спасения нет разницы. Хорошо. Подтверждаю. Я еще не закончил. Простите, да. Нет, нет, нет. Можно продолжать. Тогда вопрос остается. На каком счету сейчас отношения Бога и Израиля, который не признает Иисуса Христа? Где они находятся? Возвращаемся, да? А вы можете вот эти тезисы напомнить? Первый, второй, третий. Ну, тезисы, поскольку я сейчас помню, да, первое, первое, что вы имеете в виду тексты Писания, да? Нет, нет, нет. Вот то, что вы говорили насчет почему, как это может быть, что у Бога с неверующим Израилем, неверующим евреям такие же отношения, нет, как раньше. Нет, я как раз подозреваю, что их нет таких, потому что со времени прихода Христа Бог говорит в Сыне. В обход Сына Бог не говорит. Если на... В обход Сына Бог не говорит. В обход Сына Бог не говорит. Да. Если человек не хочет слышать Бога через Сына, как он может сохранять отношения с Богом? Сохранять. 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 Но как привести к Сыну? Это другой вопрос. Бог может, не обязательно это делать через евангелизацию с вот таким Сынным Крестом. Не надо. Да, не надо. Вот. Можно дать мне две минуты, чтобы так вот закончить эту линию? Одну мысль очень важную. Это очень важно. Как я уже сказал, Бог сочетался с Израилем. Бог заключил завет, что очень важно, который невозможно отменить. Послание к евреям, концу темы. Вы сейчас говорите не о завете через Христа. Ну, ну, ну. Вообще завете с Авраамом и его потомками. Да. Но это завет о Христе. Галатам 3 глава. Разницы нет. Нет, это большая разница. Это большая разница, Юрий. Александр, давайте завет о Христе прежде Богом утвержденного так он не отменяет. Так это завет с Израилем во Христе или вне Христа? Это отдельный завет? Я не совсем понимаю вашего вопроса в этом. Завета о Христе, я цитирую дословно Павла 3 глава послания Галатам. Завета о Христе, идет речь с Авраамом, Бог заключает завет. Завета о Христе прежде Богом утвержденного. Ясно написано, что завет был о Христе. Потому что написано, что не о потомках, как бы о многих, а о семени, как бы об одном. Семя же есть Христос. Завета о Христе прежде Богом утвержденного с Авраамом. Закон не отменяет. И через Христа благословятся все народы. Совершенно верно. Потому вопрос. У Бога какой-то особенный отдельный завет с Израилем или этот завет через Христа со всеми народами, с Израилем в том числе? У нас один завет. В конечном итоге мы видим то, что в Римлян 4 главе он написал, что он становится отцом всех верующих. Я имею в виду Авраам, праотец. Это наши корни. И апостол Павлов в послании к римлянам говорит о язычниках, вы не гордитесь, но бойтесь. Вот я хочу как раз об этом сказать. Давайте, может быть, станет понятно немножко по-другому. Если говорить вот послание римлянам, например, да? Вообще интересно. Послание римлянам говорят, что это послание, это консистенция всего Евангелия, во всех библейских школах говорят об этом. И когда говорят о 9, 10, 11 главе, вот я много изучал этот вопрос, многие говорят, вообще-то непонятно, это какая-то вставка, как будто не соответствует концепции. Но на самом деле, ну, всего послания. Вы понимаете, есть одна проблема, когда мы рассматриваем какой-то вопрос, вырывая из контекста местописания. Это вот то, что вы назвали одно местописание, второе, вне контекста общего или вне общей картины. Например, послание к Римлянаме, и как любое послание, это фактически одно письмо. И нам нужно от начала до конца понимать контекст и ход мысли. И это очень хорошая вещь, которую сделали люди, католические священники, для удобства. Они разделили Писание на главы, потом другое там на стихи, но мы теряем контекст. Смотрите. И вот если посмотреть послание Римлянам, фактически 9, 10, 11 глава, это была цель написания этого послания. Именно вот это. Потому что это чисто исторически. Дайте мне 2-3 минуты, чтобы, я думаю, что это очень важно, чтобы понять это. Нужно понимать исторический контекст того, что происходило. Павел никогда, Павел не начинал эту церковь. Он никогда там не был в Риме. Он говорил в начале, что я много раз намеревался прийти, но не получалось никак. Вот. Но почему он написал это послание? Этеологи говорят разные причины. Вот Павел хотел, Рим, это имперская церковь и так далее, он хотел там свое имя оставить, ну, что вот я проповедовал в Риме, написал самое лучшее свое послание туда. Но на самом деле причина была совершенно другая. Эта церковь, скорее всего, была начата после того, как гонение было на христиан, и первые иудеи пришли туда, проповедовали. И фактически первое руководство римской церкви, эти были все евреи. Они были евреи, старейшины, они проповедовали как по обычаю то, что было сказано в начале иудеям, в синагогах, а потом язычники присоединялись и так далее. И они проповедовали. И в то время стал вопрос вот этот, стоит ли язычников делать евреями, деяние 15 глава говорит, не надо их обрезать и так далее, необходимо вот это, вот это, вот это. Понятно, да? Я не буду останавливаться на этом. И таким образом двигалась эта община. Но при императоре Клавдии по многим причинам, не буду углубляться в это, евреи были выгнаны из империи. И прошло многое время. За это время, естественно, верующие из язычников, которые были там, они заняли руководящие посты и так далее. И когда уже Нерон по экономическим причинам возвратил евреев, Акила и Прескила сказали об этом апостолу Павлу. И когда он пришел туда, то есть, когда они пришли туда, еврейские, вот эти все возвратились, и лидеры в том числе, они сказали, вот ребята, ваше место уже занято, извините. И уже началась другая консессия. Там началось именно в римской церкви уже зарождение вот этой теории замещения. И они говорили, что теперь вам нужно становиться евреем, становиться язычниками, чтобы быть в христианской церкви. И апостол Павел, понимая это, он имел очень большую ношу как апостол в этом смысле, он написал это послание. И смотрите, если внимательно смотреть на послание, он хотел говорить, что ребята, вы и те и другие в церкви христовой. Нет, иудеи не ели, но мы одно целое в церкви. В церкви. Смотрите. И дальше он говорит, первая глава, он обращается к язычникам. Вы вот и так далее, вы развратились, Бог предал вас превратному уму. Итог, язычники без Христа грешники. Вторая глава, он говорит уже к иудеям, говорит, а ты хваляющийся законом, если ты не исполняешь, ты тоже грешник. И так и язычники, и иудеи все грешники. Весь мир становится виновен перед Богом, заграждаются всякие уста. Не имеет значения евреи, иудеи или иудеи. Третья глава, он говорит, только через Христа спасение и тем, Но ныне независимо от закона явилась праведность Божия. Дальше, четвертая глава, он говорит об Аврааме. И он говорит, эти природное семя, а вы духовное семя. И те, и другие, вы дети Авраама. Ребята, вы не разделяйте, не отделяйте друг от друга. Бог вас объединил в одно целое. Пятая глава. Во Христе. Во Христе. Опять же, безусловно, во Христе. Пятая глава. Он говорит о том, что как те и другие иудеи и язычники, если вы будете жить по Адаму, вы умрете. Если будете жить во Христе, живы будете. Шестая, седьмая глава. Он говорит, у язычников есть тенденция возвращаться к своим грехам. У иудеев язычников возвращаться к закону. Обратите внимание, все послание он ведет на то, чтобы объединить. И дальше, восьмая глава, он говорит, и тем и другим, иудеям и еленам нужно жить во Христе и ходить по духу, чтобы быть взаимоотношением с Богом. И заканчивается восьмая глава, какими никто не отлучит нас от любви Божьей. Он говорит о церкви иудеевне во Христе Иисусе. А девятая глава начинается, он обращается к тем, о которых вы говорите, с которыми Бог теперь не может иметь общение. Он говорит, так, теперь что, вот те, которые не приняли, что их Бог отверг, это продолжение мысли. Потому что так говорили уже, вот то, что подобное вы поднимаете, этот ворус. И вот там говорит слово никак. А в оригинале там написано, да упаси ты Господь, не дай Бог. То есть, такое сильное слово. Нет, и он начинает говорить, извините, от них и пророки, то есть, и отцы, и пророки, и Писания, и от них, и Мессия, и Спаситель, Христос, Бог. И дальше он начинает вот вести вот эту тему об отпадении, что их отпадение, спасение для язычников. И он продолжает эту тему, 9 глава, 10 глава, 11 глава, продолжает ту же самую тему, и он говорит, что вы не гордитесь, но бойтесь. И он прямо там говорит, кстати, о национальном спасении всего народа, говорит, что если их отпадение, как там в 11 главе, спасение язычников, то какого будет их, как воскресение из мертвых. Можете себе представить, что мертвые воскресли на наших глазах, и он дальше говорит, вот эту самую мысль, и приводит их, он говорит о корне, если корень свят, и так далее. И дальше он говорит о том, что они будут опять привиты, и весь остаток спасется. Вот эта вся концепция, Бог будет опять иметь дело в конце дней с этим народом, который отверг Христа. Можно еще две минуты, чтобы закончить эту линию? Одну. Одну минуту, буквально. Если мы говорим... А я за три. Смотрите, это очень важно, я верю. Смотрите, вот есть много... Вот если мы говорим в 11 главе, там употребляется... Насчет конца времен я понял. Маслина, ну-ну-ну, вот в отношении, нет, я верю, ответит на ваш вопрос один из вопросов. В Писании Израиля представлены разными растениями. Но вы не меняйте тему. Но это одна и та же тема. Хорошо, мы возвращаемся к этому. Все на одна тема. Ну-ну-ну, вот именно в этом плане. Потому что евреи, которые отвергли Христа, это отсеченная виноградная ветвь, которую они приняли Христа. Масличная. Нет, виноградная. Я есть истинная виноградная лоза. Они отвергли. В настоящее время Израиль – это смоковница, на которой нет плодов, а только листья. Я могу шире раскрыть этот вопрос. А в будущем, вот эта маслина, когда картина Израиля в будущем, когда она будет восстановлена, когда она будет исполнить свое предназначение, быть светом и благословеннее всего мира. Об этом есть много-много месписаний в последнем времени, что Израиль станет светом для всех народов. – Все-таки можно обозначить вопрос еще раз. Какие, на основании чего, можно утверждать, что вы Израиля, настоящего Израиля, который отрицает Иисуса Христа как мессию, сохраняются отношения с Богом? Вот как раз, вот я хотел, чтобы вы повторили эту формулировку, потому что здесь очень важны тонкости. То ли мы говорим, что Бог по-прежнему как-то особенно относится к неверующему Израилю. Мы подчеркиваем, мы говорим сейчас о евреях, которые не веруют в Ишуа, в Иисус Христа. – Отпали неверие. – Да. То ли мы говорим, что у неверующих сохраняются особые отношения с Богом? Я как раз считаю, что здесь нужно… – То есть для вас это две разные группы людей? – Это разные вещи. – Которые отпали неверие? – Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим все время о тех, которые неверуют. – Так. – И нам нужно ясно понимать, что это разные вещи. Божьи отношения к ним и вопрос отношения их с Богом. Потому что третья глава римлянам, где апостол Павел спрашивает верующих в основном из язычников в Риме, и он задает вопрос. Так что же, есть ли какое-то преимущество у иудеев? Ну, там не было разделения на главы. Это как раз он после того, что тот истинный иудей, у кого обрезание на сердце, а не внешне. Вот. Это одно исключительное место. Место вообще Нового Завета, где… на которое очень любят ссылаться те, кто учит теории замещения. Но тут же, и до этого, и после этого сразу апостол Павел, когда говорит об иудеях, он говорит именно о еврейском народе. И он задает вопрос. Так все-таки. А есть ли у них какое-то преимущество? Да, и очень большое. Ну, он говорит, во-первых, потому что им верено в Слово Божие. И он не говорит было верено. Он говорит верено в настоящем времени. Мы еще вернемся к этому. А дальше он спрашивает, вот в этой третьей главе римлянам. Он говорит, подождите, но а как же с теми, которые отпали? И он говорит, понимаете, их неверность не отменяет верность в Божию. Это ключевое место по отношению Бога к Израилю неверующему и падшей церкви тоже. Потому что если бы это было неправдой, и Бог отменил свои обетования Израиля из-за того, что большинство евреев отпали, то никакой уверенности у церкви, у столпа и утверждения истины как таковой нету, что Бог не отменит свою верность ей как таковой. Абсолютно. Я вас понял, еще несколько минут, и мы объявим перерыв. Несколько текстов Писания и по минутке все-таки еще раз ответьте. Вы достаточно исчерпывающий ответ дали, что неверность людей уничтожит ли верность Божию. То есть, как бы, можно сказать, такой односторонний завет или качество Бога верности. Именно односторонний. Текст Писания. Если законом оправдания Христос напрасно умер, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от благодати. Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Христом всякий верующий. Моисей сказал отцам, всякая душа, которая не послушает пророка с большой буквы, то есть Христа, истребится из народа. Что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные получили, прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которым не видят, уши, которым не слышат. Давид говорит, да будет трапезой сетью, тенетами, петлей возмездия им. Звучит, как антисемитизм, конечно, с ус Давида, но это тексты Писания, которые тоже и Моисей сказал. А если мы возьмем пророков, то мы не найдем в Новом Завете ничего подобного по жестокому обличению Израиля, как народа, вообще как народа, такого, как у пророков Израиля. Да. И между тем, если можно, по одной минутке, потому что в моем понимании это один из важных перекрестков, которые хотелось бы выяснить. Если Бог говорит в обход Сына, кто-то мне говорил, я не нашел информации в интернете, как будто бы некоторое время назад Папа Римский сделал такое сенсационное заявление, что единственная нация на земле, которая может спастись в обход Христа, это еврейский народ. И тут вдруг Папу полюбили всегда не любили за то, как католики поступали с евреями. За то, что Папа. Да. Ну, смысл в том, что говорит ли и спасает ли Бог в обход Христа, поддерживает ли Бог отношения с Израилем в обход Христа. Да, нет, Юрий. Да, нет. Нет, но мы повторяемся, я уже говорил об этом, Римлян 3 глава. Первая, вторая говорит о том, что идти другие все под грехом. И без Христа невозможно спасение. Я не верю, что евреи по своему национальному происхождению они будут просто поспевать сны, потому что евреи опять же возвращаются к тому, о чем говорили раньше, о том, что пишет апостол Памер, Римлян 9 главе, он говорит, не все иудеи, те, которые, должно быть обрезание, то есть, те, которые через Христа. То, что касается вопроса спасения людей, которые умирают, впрочем, как язычников, так и евреев, Бог и Судья праведный, он там сам будет разбираться с ними, каким образом идут спасения, но просто по происхождению невозможно на основании Слова Божия, через Христа. Полностью согласен, и есть такая теория, которая, к сожалению, в русскоязычном пространстве она пока почти неизвестна, но в англоязычном пространстве она распространяется, теория двух заветов, дуэл каменет, и это опасная теория, и она опровергается всем писанием, даже не только новым заветом, что независимо от завета с Христом есть еще один завет. У всех людей есть завет через Христа, а у евреев есть свой завет как упрощенно говоря. Юрий, разве не этого пытались сказать, что Бог имеет завет с Израилем? Завет, который на нас распространился. Сегодня и христиане, и евреи в одном завете. То есть через Христа. Конечно, безусловно. И Христос это основание всего. И та часть евреев, уже десятый раз повторяем, которая вне этого завета, она вне естественно, но об этом уже говорится и апостол Павел говорит, не все иудеи в Божьих глазах он знает, кто его. Он знает, кто в его завете. Те, которые через Христа. Люди сами знают. Дело в том, мы можем из Нового Завета, я могу привести как минимум пару, несколько цитат, что евреи, не верующие во Христа, судятся, как дети завета. Евреи, полтора года назад мы говорили об этом здесь, евреи, которые до Христа впадали, выдало поклонство разного уровня и разного ужаса. Они судились не как язычники, они судились гораздо более строго, как дети завета, которые предали завет. Очень интересный вопрос перед перерывом. На самом деле, вам понравится. Ответьте ваша версия. в известной такой перепалке или небольшом конфликте между Павлом и Петром в Галатии звучит такая фраза. Павел говорит Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски. Это была клевета в адрес Петра? Конечно, нет. Что тогда это заявление предполагало? Ты живешь по-язычески, а не по-иудейски. Ты, Петр. И Петр не спорил с ним. Конечно, не спорил, потому что так и было, потому что впоследствии Шимону Петру, который никогда не ел ничего ни кошерного и который рассматривал вот это явление в доме Кожевника просто как нечто абсолютно исключительное. И остальные, остальные мессианские иудеи рассматривали обращение Корнили и его дома как нечто просто исключительное. Впоследствии... Ну, это Корнили, это язычники. Здесь в адрес... Секундочку. Я же не закончил мысль. Впоследствии Бог открыл, что это не исключение, а это начало открытых дверей для всех народов к еврейскому мессии и царю. И Петр, безусловно, и в Антиохии не только, он уже мог спокойно сидеть с язычниками, есть за одним столом одну и ту же пищу. Это не то, что он приносил с собой тормозок, вот, и так здесь проводил. На самом деле, если бы многие толкователи, которые проповедуют о том, что нет, Петр никогда потом не ел некошерную пищу, если бы они знали, хотя бы из еврейских источников, правила ритуальной чистоты того времени... То есть Петр жил по-язычески. Он реально спокойно с язычниками мог жить по-язычески. Петр жил по-язычески. Да. Павел его не оклеветал. Абсолютно нет. Тогда вам последний вопрос. Для чего ты принуждаешь язычников жить по-иудейски? Пастор Юра, зачем ты это делаешь? Скажи вот так, прямо всему трудовому крестьянству. Нет, имеется в виду, что имелось в виду, что пытался сказать Павел Петру? Зачем ты принуждаешь язычников жить по-иудейски? Честно сказать... Мы же оправдались Христом, он пишет. Безусловно. Но здесь есть вопрос внешнего поведения. И я думаю, что мы, может быть, потом поговорим об этом. И там он говорит... Нет, он не там. Мы можем здесь поговорить. И там говорит один соблюдает, другой не соблюдает. И многие-многие другие вещи. Если мы покажем людям, что у нас что-то отдельное, все равно нас обвинят в сионском или же домосонском зале. Поэтому давайте. Но на самом деле у Петра ведь было откровение, вот в отличие других. Помните, как это все начиналось, когда в Деянии 10 главе он увидел это видение, три раза сходило и так далее. И когда он пришел в дом Корниля, первые слова, которые он сказал, помните, что он сказал? Истинно познаю. Но он сказал так, что вы знаете, что иудею возвраняется иметь общение с язычником, но я получил откровение. Бог не открыл. А потом, когда об этом услышали братья, они говорят, ну иди на ковер, иди сюда, что такое? Как это за дела? Как это ты с язычниками общался? В Евангелии не еврея? Да. И как ты к ним пошел? И что? И вы помните? И он начал рассказывать о том, что произошло. Он говорит, и когда я начал говорить, и Дух Святой сошел, как и на нас в начале. То есть, а как на них в начале? Сила Божья пришла. Сверхъестественная. И они говорят, о, наверное, и язычникам Бог дал покаяние. И дальше написано, вместе с тем они продолжали идти и проповедовали только иудеям. Почему у них не было откровения? Если прочитать, до Петра, да? До Петра. У Петра уже появилось, а братья, которые его вызвали, они выслушали, да, но у них не было еще личного откровения о том, что это начало вхождения язычников в спасение. Поэтому Петр уже продолжал жить вот таким образом. Поязычески. И на самом деле, никто точно не знает, знаменитый Первый Иерусалимский так называемый собор был после этого конфликта в Антиохе, или до, а не так, но пятнадцатая глава Деяний. И фактически Петр повторяет откровение апостола Саула Павла. Он говорит, братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами верою, чистив сердца и дальше десятый стих, десятый стих, что же вы ныне искушаете Бога, желаю возложить на вы и учеников Иго, и он же говорит то, что в Галатах пишет апостол Павел, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы, но мы веруем, что благодатью Господа и Свою Христов спасемся, как и они, и это даже больше, не они спасутся, как и мы, но мы спасемся, как и они. Замечательный конец нашей первой части. Друзья, оставайтесь, мы поговорим о божественной природе Христа и многих других вопросов, включая вопрос маслины, привития и так далее. У нас перерывно 15-20 минут. Общайтесь, спасибо. Уважаемые друзья, мы продолжаем наше общение. Спасибо всем, кто остался на вторую часть и спасибо тем, которые смотрят нас по интернету. Возвращаемся к нашим вопросам, которые мы частично обсудили, проговорили. Я попробую их снова оживить, восстановить в нашей памяти. Давайте начнем с вопроса о семени. Если взять Галатам, буквально быстро очень посмотреть, попрошу вас прокомментировать вот этот вопрос. Послание к Галатам, третья глава. Внимание! Аврааму, 16 стих, 3,16, легко запомнить. Послание к Галатам, 3,16. Аврааму даны были обетования, то есть обещания и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, то есть Авраам, которая есть Христос. Я говорю о том, что завета о Христе, то есть это завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон не отменяет. Пришел закон, потом пришел Христос после закона, и закон не отменил этого обещания, которое Бог дал Аврааму, так, как я понимаю. Значит, вопрос достаточно простой, но очень определяющий наши отношения, в частности, к еврейскому народу. Если исходить из понимания, что в семени твоем, Авраам, благословятся все народы, и семя предполагает еврейский народ, тогда да, тогда надо благословлять еврейский народ, потому что от этого зависит наше благословение, и такие обетования действительно имеются. Если же верить, что семя, о котором идет речь здесь, это Христос, то тогда скорее вопрос меняется, и здесь, наверное, и к еврейскому народу тоже вопрос возникает. Потому идет ли речь здесь о еврейском народе, или речь идет о Христе, благословятся в семени твоем все народы, это во Христе или в Израиле? Можно отвечать? Да. Я думаю, очень важно вот вообще в этой теме, но так же, как и в других, очень важно понимать, что новые толкования, которые внес новый завет в Тору, книги пророков, Писания, и на Вемке, и Туим, они ни в коем случае не отменяют первоначальное. Но они и не противоречат. И не противоречат. И не противоречат, и не отменяют. И в том же послании Галатам, там же апостол Павел чуть позже говорит, что если вы веровали во Христа, говорит язычникам, язычникам верующим, да, если вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. И когда мы это читаем, может, как это, он же только что сказал, что семя это в единственном числе. Что происходит с нормальными верующими, когда они разбирают Писание сейчас, как на протяжении ряда веков. Они мыслят в категориях фактически Аристотеля. Они мыслят тезис, антитезис, синтез, все вот эти логические расстановки. Хорошая школьная логика. логика. апостол Павел ее мог применять. Но на самом деле он-то уж был фарисеем из фарисеев. И есть целые книги сейчас, в основном они недоступны русскоязычному читателю, где подробный разбор, как мыслил апостол Павел. Потрясающая логика, противоречивая логика Бога. Он выбрал фарисея из фарисеев. Не одного из галилеян простых рыбаков и так далее, чтобы они шли к язычникам. А именно фарисей из фарисеев, который мыслил по-фарисейски, который мыслил настолько глубоко по-иудейски, что все это отражалось именно в той аргументации, где он доказывал, что теперь Христос это не только Мессия, Спаситель, Царь и путь для евреев, но то же самое и для других народов. И вот здесь он вводит новое толкование. Это как откровение. Все его читатели знают на то время, что семь Авраамов это народ Израиля, это евреи. И те, кто присоединился к ним, через Гиюр, став полноценным иудеем. На то время все евреи были иудеями. Вот. В отличие от нынешнего времени. И вдруг этот апостол язычников, фарисей из фарисеев, сугубо в стиле еврейского, фарисейского мышления и разбора и толкования Мидрашей Торы показывает им это потрясающее, что на самом деле это значит не только это. И один из приемов Мидрашей, один из приемов классического толкования Гилеля. Гилель это можно сказать один из родоначальников такого вот фарисейского мышления, хотя они фарисеи возникли раньше. Он жил перед Ешуа. И Гилель разработал 13 принципов толкования. Не буду сейчас подробно об этом. И в стиле Гилеля апостол Павел Равшау доказывает, послушайте, он говорит, мы читали, наши предки читали, но мы не видели одну особенность. Бог не случайно везде пишет семя. Да, это относится прежде всего к евреям, но если бы он написал семена, то невозможно было бы из этого сделать никакого дополнительного вывода, но он написал семя в единственном числе. Это остается относящимся к евреям, но теперь он показывает великое откровение, утаенное от поколений наших предков, и это откровение, что здесь говорится также о еврейском мессии, спасителе, царе, и так далее, а через него теперь есть еще одно дополнительное понимание этого места, что благодаря тому, что это семя также и мессия, теперь в нем и через него все уверовавшие в него из всех народов. И теперь я хочу прочесть... Возвращаются к Аврааму, теперь они семя Аврааму. Да, но я просто хочу прочесть ключевые, буквально пару мест. 26, прошу прощения, 22 глава бытия. По-еврейски барышит. 16 стих. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал это дело, жертвоприношение Исаака, и не пожалел сына твоего, единственного твоего. Очень интересно. Понятно, что он не единственный, но он выделен как сын обетования, через которого обетование распространится. То я благословляю, это тоже параллель с семенем, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю множе семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Понятно, что здесь говорится о многих людях, о потомках, и овладеет семя твое городами врагов своих. Ну, тут ясно, скажу, не о христианах. Жаль, жаль, да. Ну, некоторые, я скажу. Поняли, так. Некоторые, ну, почему? Хорошо. И 18 стих. И благословятся, более точный перевод, благословят себя в семени твоем, все народы, более точный перевод, все семьи. Благословятся в семени твоем, все народы. Все семьи земли, ну, то есть, народы по семьям. Имеется ввиду понятие духовной семьи. За то, что ты послушался глаза моего. Это, мы возвращаемся к избранию Авраама, да. Борисович, очень все понятно. Еще раз, значит, если семя на основании толкования апостола Павла это Христос, то порядок вещей таков. Если вы Христовы, то вы семьи Авраама. Не наоборот. Если вы Христовы, то вы принадлежите Аврааму и всем его обетованиям. Нет, не всем. Не всем. Не всем, сто процентов. Я понял, извиняюсь. Но мы только что читали. Я понял, я понял. Юрий, желаете прокомментировать? Ну да, но апостол Павел Римлянов тоже говорит об этом, кстати, о семени в самом начале, когда он говорит, что Бог не отвергает. И он говорит, что, вот здесь он продолжает, что не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, Исаакий нарешется тебе семя. То есть, не плотские дети судьи дети Божьи, но дети обетования, признаются за семя. И слово обетования такое же, и так далее. И он там продолжает. То же самое мысль. И, безусловно, это, и, если вот, вы прочитали вот это местописание, да, это Галатам, 3 глава, 16, 14, он выше говорит, дабы благословения Авраама через Христа Иисуса распространялось на язычников, чтобы вам получить обещанного духа веры. Он опять возвращается к Аврааму. Благословение, обетования, которые были даны отцам. И в начале Римлян, в 9 главе, он опять возвращается к отцам. То есть, и Христос, и обетования, которые были даны отцам, вот там вот это семя, вот там этот корень, вот там это начало спасения для иудеев, для евреев, которые принимают, да, своего мессии и спасения для всего мира. Благодарю. Чтобы пойти нам дальше, закрыть вот это. Давайте вот еще буквально две цитаты о семи и заканчиваем. 26 глава Бытия. Уже речь идет об Исааке. Господь ввелся ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле. Исаак. Исаак, о которой я скажу тебе. Странствуй по земле этой, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти. Никак не отнесешь к христианам. И исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. А что за клятва? Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему, все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земли. я никогда не слышал ни одной проповеди людей, верующих в теорию замещения, что верующие христиане это духовные дети Исаака. Никогда никто такой не пишет и не говорит, даже из самых таких настроенных антиеврейский, антиизраильский. И духовные... очень трудно как бы подстроить это под христиан, тем более с такими интересными обетованиями. И о чем здесь говорится? Говорится о том, что в семени Исаака уже, а не просто в семени Авраама, благословятся все народы земли. Это тоже самое обетование. Нюансы есть. Но теперь последняя цитата с вашего позволения. Уже Новый Завет, Деяние, третья глава. Знаменитая проповедь Симона Петра в храме после чуда с храморожденным. Третья глава, он начинает это так. Мужи израильские, 12 стих, что удивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама Исаака Якова, Бог Отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу. Он смотрит на эту толпу в храме, он видит этих людей, этих мужей израильских, которые стояли на той площади и подстрекаемые своими вождями кричали, распни. Это не просто он берет и обвиняет вот так вот. Вот. То есть, понятно, кому он, не только неверующим иудеям, но тем, которые участвовали в этом страшном деле. И вот концовка его проповедь. То, что сегодня Алекс как раз цитировал. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. В конечном счете будет исключена из народа еврейского. Не из церкви, а из еврейского народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. И теперь, вы, сыны пророков и завета, неверующие иудеи, которые, тем не менее, остаются сынами пророков и завета. Участвующие в этом деле распятия. Да. Который завещал Бог отцам вашим, если он вначале говорил отцам нашим, то теперь он подчеркивает, что это ваши отцы, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. И дальше, то есть, это настолько ясно, что здесь великое, новозаветное провозглашение, бескомпромиссная проповедь апостола Петра, который не подстраиваться под мужей израильских, но говорит им страшные истины вот так прямо, просто наполненный Духом Святым. И здесь он конкретно подтверждает, что Божье обетование через Израиль благословить все племена земные остается в силе. Но этого не будет, пока Израиль не покается и не обратиться. И дальше, последний стих, третьей главой, Бог, воскресив Сына Своего, Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Как это к вам первым? Бог послал воскресшего Спасителя только к ученикам, за исключением братьев. За исключением братьев, которые еще до... А тут он говорит этим участвовавшим в убийстве Мессии к вам первым. В каком смысле? Он послал воскресшего Спасителя не просто к уверовавшим в Него, но уверовавшим представителям всего еврейского народа. Да, Юрий, если 30-40 секунд, то очень много интересных вопросов. Вот как раз эта проповедь, она самая бескомпромиссная. Не было тогда еще церкви как такой развитой. Это было только самое начало. Не было теории замещения и так далее. Поэтому он бескомпромиссно пророчествует фактически в будущих днях. И вот это о национальном покаянии Израиля он выше говорит, девятнадцатый стих, девятнадцатый стих, когда он рассказал вот это все вышесказанное, и он говорит и так, подводит это, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши двадцатый стих, да придут времена отрады в английском refreshment, освежение или рывание, обновление от лица Господа. И да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. Предназначенное вам. Он обречался к иудеям. Что это последние дни, это будет вот это национальное покаяние. Придет покаяние, придет пробуждение, с которым мы должны участвовать церковь, молясь об этом уже за израильский народ. И он тогда пошлет предназначенного вам Мессию. И осадок Израиля спасется. Это не об этом времени речь идет, что Мессия приходил уже. Это о будущем. Он уже говорит после воскресения Христа. Это о втором пришествии Христа. Он говорит о том... Разве он не интерпретирует пророков, которые говорили о предназначенном... Ну, ну, ну. Он говорит именно о наших днях. Он говорит о последнем времени. Хорошо, я вас понял. О котором небо должно принять и так далее, исходя из контекста. Он говорит об этих днях. Хорошо. Чтобы закрыть этот вопрос и пойти дальше. То есть, вот это распространенная точка зрения. Вот человек достаточно видный, Юрген Бюллер, вчера прислал письмо. Это человек, который возглавляет International Christian Embassy в Иерусалу. Международное христианское посольство в Иерусалиме. Собирают очень большие конференции по 10 тысяч людей. Вот он узнал, что у нас такой форум. Мы с ним знакомы. Прошлую осенью познакомились. И вот он пишет в своем письме. Если он будет слушать меня, Юрген, дорогой, не огорчайтесь. У меня просто есть вопросы. Вот он пишет. Христианин, классический евангельский христианин. Ну вот он пишет, да, по поводу праздника Исфирь. И он приводит цитату по отношению к Исфири. Не думай, что ты сама спасешься. Ты должна встать на защиту своего народа. И он это переводит в наш формат. Если мы не будем благословлять Израиль, это как бы нам аукнется. Если так вот, чтобы не читать это большое письмо на английском языке, и заканчивает он это письмо «I will bless those who bless you». Я благословлю тех, которые благословляют тебя. Разумеется, однозначно он имеет в виду израильский народ. Не семя, о котором мы сейчас говорим, а народ. То есть, это целая доктрина, если хотите, целый взгляд определенный, да. Если ты благословляешь Израиля, неважно, в принципе, кто ты, насколько ты верующий, неверующий, порядочный верующий, малопорядочный, в такой ты ходишь в церкви, или ты вообще в церковь не ходишь, если ты Израиля благословляешь, ты будешь благословен. То есть, это другой взгляд, чем то, о чем мы говорим здесь. Можно коротко прокомментировать? Вы разделяете такой взгляд? Ну, вопрос вот заключается в чем. Чем благословлен, когда и где? Это какие-то еврейские ваши ответы. Ну, конечно. так а что я буду? Что я буду? Я с Украины. Да, вы тоже. Вот это вот как раз опасная смесь с Украины. Причем я наполовину украинец. Да, вот это опасная смесь. Так что, когда надо, я веду себя как ширый украинец, а коли треба, веду себя. Окей, Борис Саулович, на нашей мове. сказать это. На нашей мове. Значит, смотрите, я буквально вчера читал в блоге романа Савочки его статью «Шесть причин, почему нужно молиться за Израиль». И он описывает, как его отец спасал евреев в Западной Украине, как его отец пытался остановить мародеров, которые грабили оставленные еврейские дома и остановить тех, которые, ну, способствовали этим ужасам. И он как раз пишет «Те, которые послушали Отца и остановились, мы можем проследить на их судьбе, что Бог их благословил». Те, которые не послушались и продолжали это делать, мы видим по дальнейшей их жизни, какое проклятие пало на них. Теперь, значит ли, что те люди, которые не грабили евреев, а, может быть, даже наоборот, старались им помогать, как они перебрасывали через стену гетопродукты и так далее, независимо от того, верующие они или неверующие спасутся. нет. Понятно. У меня не этот вопрос. Вопрос к другому. Если, да, любые люди, атеисты, мусульмане, буддисты, полуверующие, номинальные, благословляют евреев, в этой жизни, в этой временной жизни, у них есть основания рассчитывать. То же самое, если они благословляют христиан и помогали христианам в гонениях и так далее. Борис Саулович. Но это не спасает их самих, если они лично не верят. Вот это по-нашему. Спасибо. Благодарю за ясность. Но у меня вопрос другой, немножко другой, да, достойно. Борис Саулович, у меня вопрос другой. Если бы ваш, не ваш, салочки отец и люди, которые вместе с ним в том историческом контексте, такую же услугу или не так, такое же отношение питали к другому народу. Скажем, поляки бы были под гнетом в силу каких-то исторических причин. И они точно так же бы спасали поляков, как евреев. Вы хотите сказать, что именно потому, что они к евреям питали такое расположение. А поляков можно грабить там, да, и Бог на это как бы особо Бог как бы особо на это не обращает внимание. Вот это я дал. Вот это я оказывается такое сказал. Ах я. Нет, вы это не сказали. Я просто пытаюсь прояснить. Да, я понял. То есть это именно по отношению к евреям такая особая у Бога реакция на доброту к евреям. или вообще если эти люди делают любому человеку зло или добро Бог соответствующим образом реакции. Безоговорочно любому человеку но по предвечному Божьему выбору Бог особым образом определил особое отношение к еврейскому народу и даже независимо от духовного состояния еврейского народа. И ряд мест Писания об этом говорит. И я если помните я подчеркнул что поскольку христиане являются духовными потомками Авраама то также особое отношение у Бога к духовным детям Авраама из разных народов. Мы не можем ничего с этим сделать. Есть множество мест Писаний которые говорятся кстати в Ветхом Завете он говорит утешайте народ мой помните молитесь благословляйте его и это безусловно слово к язычникам к тем которые будут об этом и дальше он говорит кстати это тоже послание к церкви он говорит молитесь и провозглашайте Господи спаси мой народ то есть это как бы уже пророчество из Ветхого Завета в отношении даже к церкви что мы должны это делать и у Бога есть особое отношение и он говорит не потому что вы какие-то особенные он говорит я вас извал в одном месте написано ради имени моего чтобы имя мое было прославлено и поэтому у Бога есть особенный выбор и особенное благорасположение к своему народу в этом смысле спасибо спасибо переходим к другой немножко теме немножко другой вопрос когда мы говорим о привитии вот опять же я на себя ссылаюсь Юрий вы не еврей нет хотя меня все называют евреем понятно тогда мы особенно евреи вот они как-то чувствуют вот такое когда мы говорим о привитии язычников к еврейским корням маслине можно не буксовать на эту тему но вопрос в том что именно христиане должны чтить за что должны быть благодарны даже Павел однажды сказал если вы сделались участниками в их духовном интересное заявление да римлянам он сказал кажется римлянам вы сделались участниками в их духовном мне кажется что здесь нужно вот и мне и всем нам серьезно подсказать что действительно Бог избрал народ одних отцы их все патриархи кто может сказать что Моисей Давид Авраам это как бы не наши не христианские герои но это надо вообще ума не иметь разумеется мы привиты к этим всем пророкам патриархам разумеется на небе мы будем жить не в Москве городе не в Киеве а в Иерусалиме будем жить и почему-то это именно Иерусалим и Христос облачен в падир в первосвященническую одежду и все 12 имен над воротами и в основании храма 24 имени все еврейские имена я просто не ждал от вас такого нет это очень важный момент получайте откровение я хотел бы сейчас поговорить немножко о церкви и о ее ну порядочности в отношении отцов разве не назван еврейский народ церковью первенцев к которому мы примыкаем вот мне думается что в хронологическом плане они первенцы как первенец в семье именно в хронологическом плане вот мне трудно увидеть сейчас преимущество еврейского народа перед церковью я бы даже не хотел их противопоставлять потому что в Иисусе Христе я не вижу преимущества одного перед другим и это в моем понимании неправильная постановка вопроса противопоставлять церковь Израиль но именно в хронологическом плане как первенец в семье вот он родился первым ты ничего с этим сделать не можешь нравится это или не нравится евреи первенцы Божьи ты ничего с этим не сделаешь и мы последующие которые через Иисуса Христа приходим разумеется мы к ним присоединяемся это же не два разных растения это же не два разных дерева как бы это кто не насаждал эту точку зрения все равно мы одно растение у Бога одни отпали другие привились те привьются если не прибудут в неверии но я не верю что у Бога два или три или пять разных народов с которыми он поддерживает одинаковые отношения или как некоторые представляют себе тело Мессии ну хорошо есть вариант два отдельных тела и два главы как мы уже говорили одно тело Христос другого как бы как бы Моисей а другой вариант что есть один глава Машия Христос и два тела то есть такой антидракон потому что у дракона обычно одно тело и несколько голов а тут одна голова и два тела и я когда слышу какие-то подобные рассуждения мне страшно интересно я всегда завидую вот глубокому такому мышлению людей а вы попросите чтобы эти люди нарисовали их ответ не надо объяснять пока не складывается вот ясно что тело одно ясно что Маслина одна один глава одно тело одна спасающая вера один дух одна твила одно погружение для всех нормальных христиан одно крещение просто русское слово для евреев звучит ужасно вот и кстати по поводу мессианских общин маленькая ремарка когда-то у нас была одна из первых один из первых праздников ну мы сразу называли твила погружение и выходит парень который в общем-то до этого был в церкви и он знает как на дно он забылся и говорит все кто собираются проходить крещение мы собираемся там на станции метро Минска там и поедем на озер в этот момент посреди зала ну тогда было там у нас человек 120 встает такая яркая колоритная симпатичная еврейка лет 65-70 представляете да подтверждение берет за руку свою подругу и так тащит ее и говорит я не помню имени точно ну так условно фира фира я же тебе говорила что мы попали не туда это не то место пошли быстрее отсюда то есть все служение они пробыли у этой были сомнения но фира не давала ей уйти и себя конечно увести но тут одно слово крещение и на самом деле это это просто ремарка которая показывает насколько важно для евреев чтобы даже иногда терминология была не отпугивающей о привитии к первенцам что можно сказать ну да но опять же возвращаясь к тому общей картине мы должны понимать вообще общую картину спасения плана спасения человечества господь избрал авраам и так далее потом пошло разделение да ну будем говорить после христа иудеи идеи церковь божия которая за иудеев и так далее и потом все опять соединяются вместе и будет иисус говорил помните когда он говорил по отношению исцеления дочери серофеникиянки и он говорил что нельзя взять хлеб у детей то есть и бросить псам он говорил о язычниках которые не имели права на обетование Авраама потому что он еще не совершил свое дело искупления говорит впрочем приходит время придет время когда будет одно стадо и один пастырь вы знаете для того чтобы вот это понять вот когда мне задают вопрос кто вы такие вы мессианская община или вы церковь если кто-то здесь был в церкви у нас вот Савулович бывал у нас он может сказать но это необычная церковь мы у нас еврейская символика мы поем на трех языках русский английский на еврите мы поем еврейские песни мы танцуем еврейский танц и люди задают что это вообще такое что это за мутант такой уже мне на этот самый говорили там есть такое знаете звезда Давида внутри крест говорит что это за мутантское такое соединение такого не бывает а бывает или одно или второе и я возвращаюсь к моменту того как я начинал вообще эта церковь вообще моя история это отдельная я не приехал ко все иммигранты долгая история бог меня послал будем город коротко говорить предварительно погружая в течение наверное с 83 года еврейскую среду я среди них все время все время среди них общался я сам тогда не понимал почему господ меня готовил к этому и вот когда я оказался в Нью-Йорке у меня была гостевая виза я собирался возвращаться домой короче господь мне там сказал чтобы я там начинал я постился несколько недель господь так или нет потому что у меня был ребенок здесь родился жена ты помнишь наверное когда я приехал я приехал просто в гости и господь так успел что я оказался в Нью-Йорке и я постился и молился господь так или нет я уже достаточно мне было тогда 33 года я уже взрослый человек я не могу делать мальчишки поступки у меня там церковь была у меня было служение в Таллине вот и я постился и господь мне дал вот это слово кстати одно 12 бытие благословляющих тебя благословлю Бог сказал и он дал мне место писания официанам 2 глава что Христос это тот который разрушил стоящую посреди преграду и в себе собом создал одного иного человека я тогда не был вовлечен то есть я не занимался глубоким изучением писания еврести тогда еще ничего не по-моему классическое ну так будем пятьдесятническое такое протестантское мышление у меня было и я тогда даже не понимал суть я знаю что это концепция у меня даже на первых моей карточках было вот это цитата из этого местописания я тогда еще не понимал почему и что это вообще значит я знал что я в Нью-Йорке я знал что там много евреев и сейчас я понимаю это вот концепция одного нового человека чему Бог возвращает сегодня восстанавливая и Израиль и восстанавливая церковь по отношению служению Израилю для последнего времени возвращение к тем корням или корню о котором мы говорим чтобы себе самому опять соединить одного нового человека вот это один новый человек что это значит у нас около 30 больше 30 разных национальностей включая весь спектр бывшего Советского Союза поляки чехи болгары египтяне даже двое есть испаноязычные и так далее как на небесах как на небесах всякого народа а сначала перечислены из колена Израиль это не зря перечислено подчокнуто что все будут вместе сначала колено в откровении в откровении в пятой со всех колен сначала колено а потом говорит из каждого колена племени язычества надо же такое заметить я даже не обращал именно сразу с начала написано со всякого колена И подчеркнуто каждое колено, а потом, да, да, да. И вы знаете, и вот это вот, и там, на самом деле, наше название Бет-Шалом, опять же, Бог дал сверхъестественно, тогда я еще не понимал, почему. Чтобы показать, сегодня я верю, что это значит. У нас, вот знаете, к сожалению, это правда. Вот если попадает, например, верующий язычник в мессианскую общину такую, слишком мессианскую, он как-то чувствует себя вначале не в своей тарелке, пока не погрузится в это. Понимаете, о чем я говорю? Ну, нечто, ну, непривычное для нас, у нас же так должно быть хор, а здесь вообще непонятно что. И наоборот, а вот здесь получается, что и тот, и другой... Имеется в виду деноминационный язычник. Я думаю, да. Если к вам попадает, что он чувствует? А, прыгайте себе спокойно. Да, но Савнуевич может это подтвердить. И это на самом деле, там примиряются непримиримые. Смотрите, у нас есть узбекское служение. Целая группа, около 30 узбеков, уверовала сейчас. И они в церкви внутри, молятся за Израиль, провозглашают, поют на иврите. И вместе с тем, воскресенье у них еще есть на своем языке, потому что есть некоторые, которые... А нет у них узбекского галатизма? Нет. Я вас правильно понимаю, что ваша бет-шалом, она вокруг Израиля или вокруг Христа? Вокруг Израиля, конечно. Вокруг Христа, конечно. В центре Христос. Но мы верим, что это время, о котором я говорил, что это Бог действует, возвращает церковь свою к тому, чтобы мы поворачивались к Израилю. Я в этом глубоко убежден. Хорошо. Время сейчас в церкви ходатайствовать за Израилю, участвовать в этом деле, потому что это связано со вторым пришествием Христа. Я в этом убежден. Я об этом буду завтра говорить. Вы будете говорить завтра об этом, да. Я прошу прощения, комментарий. Удивительная модель. Они называются бет-шалом, и они называются церковь. О них и такатер, они говорят Иисус Христос, и Швамо-Шеев. Свободно каждый выбирает тот стиль, который... Какой процент в вашей общей... И у них явное большинство евреев. Да, да. У нас, конечно, цифра падает, потому что на самом деле, вот по Божьей благодати и милости, за это время, 22 года, больше 10 тысяч людей, которые приняли Иисуса. Ну, это Нью-Йорк, они распространились по всему миру. Больше 10 тысяч, которые у нас зарегистрировали. Сейчас 500-600 человек реальных. Это все время текучка. Разъезжаются и так далее. И эта цифра падает, но у нас 60-70 процентов. Я приезжаю последние три года, я вижу каждый год сильный рост. И это, ну, извините, человек со стороны приезжает... Знаете почему? Я одну еще, вот скажу одну... Я верю. Я не еврей. У меня жена имеет еврейский корень. Я не еврей. Но когда мы понимаем вот этот Божий план, эту концепцию, вот этого единства, есть Божье благоволение, это концепция для церкви. Потому что на самом деле, если по большому счету посмотреть, вот есть черная церковь, есть украинская церковь, динамиционная, которые каким-то образом отделяются. Да, я все понимаю, Юрий, Борис, что вы вкладываете в понятие единства? Ну вот, мы едины, не едины. Что нам не хватает для единства именно с еврейскими акцентами? Удивительная вещь. Понимание единства стало кардинальным образом меняться, так сказать, во вселенской реальной земной церкви по мере отрыва от пресловутых еврейских корней. Потому что, сейчас объясню, потому что пока еврейское ядро сохраняло свое влияние, ну это было апостольское ядро и сразу первое поколение, после, может быть два поколения максимум, то сохранялось понимание единства не моноединства с тотальным подчинением комплексу одинаковых правил, а сохранялось понимание единства такого мультиединства. В многообразии. Не яхид, а эхад, так же как Бог, Он не одна личность, а Он три личности в одном Боге. И это сохранялось. Я был как-то приглашен на симпозиум по поводу служения евреям в известном румынском православном монастыре, такой самбат Адисус. Там только православных епископов было шесть. И из России были группа учеников Александра Мения, из Украины архиепископ, из Греции были очень серьезные православные. И были группы католиков из Ватикана. И они принципиально не пригласили протестантов, а только мессианских. И что было очень интересно, вот как раз в этом, там потрясающие вещи люди рассказывали. Я тут кое-что подготовил одного православного епископа, потому что он говорил. Но мне дали в самом конце, потому что меня там мало кто знал, где-то 15 минут. И я сказал простую вещь. Посмотрите, сейчас мы говорим, вот разделение, вот так, вот так. В христианстве эти больше 10 тысяч деноминаций, ответвлений. Но на самом деле мы не затрагиваем один момент. Понимание единства было совсем другим. Потому что тогда сугубо еврейские апостолы, еврейские пресвятера допустили и приняли в одном теле, как равных им верующих, тех, которые вели абсолютно другой образ жизни. И они приняли их, как часть их еврейской, мессианской, апостольской, новозаветной семьи. Когда вот это еврейское понимание единства, которое, кстати, сохранилось в какой-то мере, даже в иудаизме, вот это понимание единства было отвергнуто вместе вообще с библейским еврейством. Я не говорю раввинистическим, но библейским. То единство стало пониматься, как нечто имперско-тоталитарное. И буквально, даже пасхальный спор в конце II века, когда римский епископ Виктор, он провозгласил анафему тем, кто празднует Пасху вместе с иудеями. Это еще до Константина задолго, но там уладили. Как это? У всех все должно быть сухунифицировано. И это поднималось под единством. И это стало пониматься под единством. И потом анафемы, потому что вместо еврейского, библейского понимания единства многообразий стало вот такое вот имперско-греко-римское жесткое вертикаль. Что и вывело на дорогу инквизиции и ужасы Средневековья. Наше время быстро бежит. У нас есть минут 20, давайте 15 обсудим. И последний вопрос, насколько нам удастся это сделать, это вопрос все-таки божественного происхождения Иисуса Христа и почему он важен. Потому что немало возникает проблем с этим вопросом. Я лично за последний год столкнулся, потому что я больше обращаюсь в классической евангельской среде, и достаточно много я столкнулся с таким вопросом, когда прямо наши люди, евангельские христиане, говорят в лицо, что мы, и они в каком-то смысле, и мы, и я, мы многобожцы. У нас вообще греческий вариант веры, что мы веруем в нескольких богов тогда, как Бог один. И тогда, соответственно, возникает самый большой вопрос, если Бог один, то как вы относитесь к Иисусу Христу? Является ли Он Богом, который существовал в веках? Или Он стал, как не цитируют Деяния апостолов, всего Иисуса Христа, Бог сделал Господом и Христом, то есть Он не был, Он стал обычный человек, необычно родившись, стал Сыном Божьим и так далее, а существовал как замысел у Бога, много разных версий. То есть мне интересно послушать вашу версию, на каких текстах в Писании вы ее обосновываете, относитесь ли вы, друзья, к Иисусу Христу как к Богу и почему? Окей, но опять же, такие учения, которые возникают и распространяются, слишком много сегодня информации. Человек сегодня от избытка информации начинает, у него мозги плавятся, имею в виду в интернете и так далее. Слишком много появилось учителей, и первые люди некоторые принимают как что-то за супердуховое, как особенное знание какое-то, откровение, и особое знание, которое отличает меня от всего уже. Сколько уже можно говорить, вот одно и то же, вот это нечто новое появилось. Первая глава Бытия, первые стихи в начале, Элухим сотворил небо и землю, Элухим во множественном числе. То есть словно боги, до которого сегодня раввины пытаются, всячески мусолят, как объяснить вот эту множественность. Элухим во слове им-ам на иврите, это всегда признак множественного числа. Не бог в единственном, а Элухим это множественное число. И бог, он от начала открывает себя, как вот Борис сказал, не эхад, да? Не именно как эхад. Не эхид эхад, то есть не один как моно, а эхид это более чем два в одном. И то есть это концепция, которую очень трудно как-то пытаются раввины обходить, хотя вот каббалисты, они как раз у них есть учение множественности, то есть бог не как моно, а как три, как минимум три, да? Четыре, как минимум четыре личности. Четыре личности в одном. Вот, ну это отдельная тема, мы к этому не будем возвращаться. И одна из личностей это сын. Да, и поэтому, и поэтому вот это, опять же, вырывание из контекста вот этого местописания, что бог сотворил Господом, там, кстати, написано Богом, а Господом и Христом, Мессией, да? Но апостол Павел в том же послании Кримлена опять же говорит, когда он говорит, что возвратитесь к корням, и он говорит, их отцы и от них, и Христос по плоти сущий над всеми Бог. В послании филиппийцам апостол Павел очень четко это объясняет. Воплощение, апостол Павел очень много говорил, он говорит, тайна воплощения, да? Это не то, что он сказал, он воплощился. Сущий от века Бог. Бог явился воплощения. Во плоти Бог явился. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Слово Иисус Христос, Он участвовал в сотворении всего. Без Него ничего не начало быть. Еще до, я имею в виду, материальный мир был сотворен, Христом, в другом месте апостол Павел пишет. И Филиппийцам, он прямо говорит во второй главе, он не почитал хищением быть равным Богу. Что значит, он не украл от Бога никакую часть его позиции. Он таким был. Он таким был. Он говорил, я отец одно, видевший меня, видел отца. Он абсолютно. Но здесь, понимаете, для того, чтобы явить Божью власть здесь на земле, вообще власть без послушания не может быть проявлена. Не может быть осуществлена власть без послушания. И поэтому, поскольку они были равны, а он добровольно написано смирил себя. Мы равны, отец, но я добровольно. И он смирил тебя, там, семикратное смирение, он стал по виду как человек, смирил себя, был во плоти, и так далее, и так далее. Добровольно смирил себя перед Отцом, да? И третья личность Божества тоже она равна. Хотя некоторые говорят, это какое? Это личность ведь, это не энергия, не сила. И смотрите, последняя мысль. И мы видим вот этого, как взаимопоедение, почтение и взаимоподнятие друг друга. Вот это тоже урок для нас. Почитать другого больше у себя. Иисус говорит, молиться Отцу, да? Он был послушен Отцу во всем, да? Я ничего не могу делать без Отца, пока не увижу Отца Творящего, пока не услышу, что Он говорит, ничего не скажу, и так далее. Он добровольно смирил себя. И дальше говорит, любой грех простится на меня и на Отца, кроме холына Святого Духа. И никто не может обратиться и прославить Отца или Сына, как только Духом Святым. Дух Святой прославляет Отца и Сына, а Сын и Отец почитает Духа Святого, говорит, против Него не может быть прощен грех. И вот это вот, это послушание, взаимопоедание, такое послушание для того, чтобы была явлена власть. Поэтому филиппинцам он сказал, посему Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. Поэтому власть имени Иисуса, она проявлена через послушание. То есть они равны, но это добровольное. Иисус является сто процентов Богом. Благодарю, Юрий, за ясность. Что бы вы посоветовали, Борис, человеку или людям, которых больше и больше сейчас появляется, из нашей среды, из евангельской среды, которые я даже публично, демонстративно отказываются от Иисуса Христа как от Бога. Я знаю таких людей лично, ни одного человека в разных штатах и в некоторых общинах это, похоже, обретает очень массовую практику. Но у нас, по милости Божьей, как говорят евреи, с помощью Божьей такого очень мало. Очень мало. Пока что. Но бывали с ним. Но бывает у нас и даже пастор одной церкви, ну, там были другие, более земные соображения, и совершенно никак не связанные с евреями, а больше связанные с так называемыми свидетелями Его. Мы не должны забывать, что есть миллионы так называемых свидетелей Его, и их пропаганда распространяется, им очень, многие христиане отвращают от простой евангельской веры. Так вот, он начал провозглашать то же, что Иисус не Бог вне всякой связи с еврейством. Более того, в ясном понимании такой теории замещения. Когда мы говорим о том, что из-за еврейских крайностей это происходит, мы не должны забывать, что в большей степени это происходило и происходит с другой, с еретической динаменсионной стороны. И пока что, по милости Божьей, это все исключение. Поскольку мы говорим сейчас в нашем ключе, и люди приходят, вот я знаю человека, он сын пастора, он 10 лет изучал этот вопрос, недавно я с ним по телефону общался, он сказал, я пришел, наконец, к заключению, вот к такому. И Ишуа не сын Божий, он сын, первенец, через него мы становимся сыновьями, вы же возвели его на уровень Отца, поклоняетесь, молитесь Ему, хотя он сам этого не повелевал делать. Если бы апостолы верили в то, что Иисус Бог, то им пришлось бы удавиться. Ну, вы понимаете, если у человека уже повреждение до такого дошло, что он уже фактически, фактически проклинает апостола, по факту он проклинает апостола. Вот. Ну, о чем тут говорить? Ну, тут даже диалог какой-то сейчас уже на этом уровне человеком не уместен. С другой стороны, я прекрасно понимаю опасности, исходящие из ортодоксально-иудейской, ультра-ортодоксально-иудейской, консервативно-иудейской, и даже реформистко-иудейской среды. Дело в том, что есть классическая раввинская пародия, раввинистическая пародия на божественность Ишуа. Они говорят, послушайте, в кого вы верите? В человека, который провозгласил себя Богом. Ну, как человек может стать Богом? И для некоторых христиан, которые вот уходят и начинают воспринимать неверующих раввинов как авторитет, для них это звучит вау! И они как бы забывают, как будто что-то случается. То есть, вау, как откровение, как открытие. Да! Точно! Вот оно! Действительно! А что вы, во что мы верили? Мамочка, вот то я, вот то заплутал Був. Вот. На самом деле, вся Библия готовит, готовит нас к Боговоплощению. А раввинистическая пародия делает из Иисуса некого языческого, языческого героя, который стал сопричислен к сону Богов. Это же языческие герои там. Ираклы, Шмаклы, Драклы. Вот они, я прошу прощения, они как раз и могли своими героическими подвигами прорваться в ранг олимпийцев. Вот. Это абсолютно противоположно тому, что проходит через всю Библию, кстати, от книги Бытия и до последней книги Откровения. Я, конечно, попрошу вас хотя бы один-два текста подтверждения именно того, что Иисус как Бог существовал в веках. Будет интересно услышать. Вот если бы я вам задал такой вопрос, на каких текстах Писания вы могли бы обосновать это для человека, который, скажем, в этом начал колебаться или сомневаться, или теперь ему открылось, что Иисус не является Богом. Ну вот Послание Евреем первая глава. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своих духов и служителями своих пламенеющих огонь. А о сыне престол твой Божий, Бог говорит, отец о сыне, престол твой Божий. Называет его Богом. Век века царство твое жест правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебе Божие Бог твой отец. Тебя Божий сын. Елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господь, основал землю и небеса. О нем же продолжаешь. Ты же участвовал в этом. О сыне. О сыне. Да, ты Божий, ты Господи. И небеса дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обвешают, как риза. И так далее. Понимаете? Это одно из мест. Просто на походу. Знаменитое пророчество Михея. И ты Вифлеем Ефрафа. Читаю по-синодальному. Мало ли ты между тысячами Игуды, из тебя произойдет мне тот, который должен быть, который должен быть владыкой в Израиле. Он еще не стал, но должен стать. Это то, о чем говорится в первой главе Евангелия от Луки. Вот это благовестие Марии и Мирьям. Как раз об этом, что он обязательно станет царем над всем народом Якова. И которого происхождение изначало о дней вечных. Новый Ветхий Завет. И мы можем просто что после этого? Какие? Ни о чем говорить. Спасибо. Спасибо. В заключение последние моменты мы закончим наш форум. Сегодня один из достаточно видных людей в наших кругах. сознательно не буду называть его имя. Человек очень уважаемый. В private в частной беседе со мной объяснил в одном выражении миссию своей жизни своей проповеди следующим образом. Он сказал что вы христиане он тоже христианин пришел к Иисусу Христу но он сказал вы христиане делаете самую большую ошибку в том что вы веруете в Христа вам нужна не вера в Христа вам нужна вера Христа я попросил его разъяснить это более доступно он сказал вы веруете в Христа где это есть в Библии вам нужна вера Христа как Христос верил а как Христос верил он был по субботам ходил в синагогу ну как понятно как все верят обычные евреи. Можете как-то прояснить? Потому что человек это достаточно видный, и я не исказил сути его миссии, над чем он очень старательно усердствует. Здесь очень просто. Вера Христа имеется в виду возвращение к закону. Христос исполнил закон. В этом смысле. Он имеет в виду, что вам нужна вера Христа, а предполагается возврат к закону. Как Христос? Обрезан был, соблюдался? Поэтому прокомментируйте. Что можно сказать в ответ на это? Мы уже об этом сегодня очень много говорили. Ни иудеи, ни язычники без Христа не могут быть оправданы. Здесь речь идет о правдании. Об оправдании. И апостол Павел довольно много в своих посланиях об этом учит и говорит. Каким образом мы можем быть оправданы? А Писание, так называемый Ветхий Завет, как мы называем, и закон, который был дан народу израильскому, он не был дан им как следствие для оправдания. Много есть причин, вы знаете. Для того, чтобы оградить этот народ, по причине преступлений, и для того, чтобы научить их этим причинам, в принципе, для того, чтобы они потом исполнили свое предназначение быть светом и научить язычникам, которые развращаются в грехе и так далее. И одна из причин в основном, чтобы показать греховность и показать, что я сам по себе его не исполнил. То есть я не иначе узнал грех, как посредством закона. Абсолютно. И поэтому оправдание только через веру Христа. Как иудею, так и язычнику. Во Христа. Во Христа. Никаким другим образом. Он есть наше оправдание. И поэтому зачем нам возвращаться опять к тому, что является частью Божьего Слова. И, кстати, во всех праздниках, во всех этих ритуалах, во всем виден Христос, как прообраз. И так называемых еврейских праздников, хотя Господь, Писание говорит, что это мои праздники. Это и пророческое воплощение то, что уже случилось, и то, что случится. Все эти праздники, и все эти ритуальные законы, они все... И это все прообразы. Это все... Это очень... Это часть Божьего Слова. И Давид, когда воспевает Слово Божие, самый большой псалом, он не мог закончить. 148. Самый он не мог уже... И он и свят, и праведен, и так далее. Он научает жизни. Он не мог закончить. Настолько он восторгался этим, да? То есть это часть Божьего Слова, но не является средством к оправданию. Оправдание только через жертву Иисуса Христа. И поэтому те, которые оправдались, какой смысл, какой... По человеческой, даже по человеческой луке, возвращаться к тому, что не приносит тебе в этом смысле никакой пользы. На самом деле, есть такие места... Да, правда. ...в Новом Завете, где выражение... Я сейчас не буду по-гречески приводить. Действительно, можно понять и вера во Христа, и вера Христа. А в других можно понять только как вера во Христа. На самом деле, принципиальной разницы нет. В этих выражениях. Но если понимание, что возвращаться к закону... Потому что надо смотреть контекст. Надо смотреть контекст. Надо смотреть контекст. В каждом случае имеется в виду действительно... Смотрите. Когда Господь говорит имейте, держите веру Божью. Он что? Имеет в виду, что Богу нужна вера. Всеведущему, вездесущему, Творцу всего видимого и невидимого, который всю Вселенную как каплю держит в ладони, который над временем, что он и века сотворил, нужна вера для чего-то? Нет. Он имеет в виду ту веру, которую дает Бог. Когда в Новом Завете в посланиях особенно говорится, где можно читать действительно, там греческая такая форма предлога, же можно читать веру Христа. Веру Христа это какого Христа? Это того, который умер, воскрес, превознесен во славе, в божественной славе величии пребывает Одесну и Отца. Это то же самое. Подражаете вере их. Это то же самое. Это та вера, которую Господь, совершивший все для нас, державший величайшую победу, дарует нам в этой победе. В контексте нашей беседы это противопоставляется. В данном письме он говорит как о возмещении закона. Я сталкивался с этим. Я читал некоторые крайние мессианские комментарии, которые как раз на это давят. Но это искажение контекста. Тогда последний момент, Борис, мы закончим. Тогда что имеет в виду Библия или более Новый Завет под верой в Христа. Веруйте в Меня, в Бога веруйте, Христос сказал. Всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына, верующий в Сына. То есть вера в Сына, вера в Христа, вера в Бога. Друзья, вы готовы еще на пару часов? Двумя фразами. Двумя фразами можно сказать. Короткое просто личное свидетельство. Вы же уверовали в Христа. Да. На самом деле интересно, что когда я был еще совершенно неверующим еврейским подростком, даже, по-моему, мне лет 10 было, я прочел книгу, популярную книгу по археологии. И два еврея написали. И там была глава про Кумран. Потом эту книжку изымали, потому что про Кумран в советское время считалось, там был Амусин такой, мы позволяли маленьким державам. И когда я читал, вы представляете, в абсолютно неверующей семье, до 30 лет я два раза беседовал с двумя верующими, оба были православными диссидентами, и то намного позже. И вот я читаю про этого учителя праведности, и мне почему-то приходят мысли об Иисусе. Я просто как может суверенно действовать Бог? Я читаю маленькую главу про кумранские находки, и что там был некий учитель праведности, которого священники закатували, вот, так или иначе, и это очень загадочная личность, и я начинаю думать об Иисусе. Я никогда ничего не читал, ничего толком не слышал до этого, а я думаю об Иисусе. И светская советская книга двумя светскими евреями написана. И у меня возникает ощущение, что Иисус это был такой удивительный еврейский герой. еврейский герой, который был непонят своим родным народом. Ну, представляете, я даже с родителями делюсь, я никому ничего не рассказываю, потому что думаю, может у меня что-то за головой. Вот, я держу это в себе, и потом как бы забываю это. И просто потом приходит время, когда Бог это начинает поднимать. причем первая религиозная литература, которую я читал, это иудейская, самиздатская, подпольная литература. Через моего брата сиониста, через его друзей, которые ко мне попадала. Вторая религиозная литература, это трактат перкеевод, получение отцов, самая древняя часть, Мишный. И тем не менее, вот это внутри сидит. Иисус был, еще не понимаем, Бога не верил, но это великий еврейский герой, неоцененный своим родным народом. И Бог постепенно посеял это семя, и через много-много лет Он полил его, вот так действует Бог. И Он как хочет, так и действует. Все-таки интересно, как бы вы вспомнили этот знаменательный момент, что вы поставили точку в своем отношении ко Христу, и что это был за диалог с Христом, с собой. Очень хорошо помню. Вообще без верующих, в том случае без пятидесятников, я бы к вере не пришел. И один мой знакомый, бывший уголовник, сидевший в тюрьме, который в тюрьме развлекался тем, что издевался над христианами. И для того, чтобы грамотнее над ними издеваться, он забрал у одного из них такой тайный Новый Завет, на папиросной бумаге и просматривал его. Чтобы быть компетентным. Действительно, не по-жлобски издеваться, а грамотно. И потом прошли годы, и он уже на свободе из-за своей жизни попал в реанимацию. И находясь в коме, полностью без движения даже веки не мог поднять под капельницей. Будучи в сознании, он услышал, как один врач сказал другому, вот бедняга, молодой парень, максимум два дня осталось. И он начал внутри себя кричать. Он рассказывал мне, говорит, я решил, врачи поставили крест, что у меня, где у меня есть шанс, где? И вдруг я вспомнил этот тюремный Новый Завет. Я вспомнил, что тот Иисус, над которым я издевался, Он исцелял людей. Я-то думал, что Он якобы исцелял людей. Но у меня больше нету шансов, нету надежды. А вдруг не якобы? И говорит, я начну молиться, начну молиться Богу, что если Он есть, пусть Он меня спасет, или я помру. И он говорит, я решил молиться до смерти. И он молился, говорит, я не помню, это было так долго, для меня не было ни ночи, ни дня, ничего. Я молился, молился, я боялся заснуть, потому что я думал, я засну, и все. И он говорит, я молился, Боже, если Ты есть, спаси меня, Боже, если Ты есть, спаси меня. Пока Дух Святой внутри его, так же, как Он внутри, Он же не мог шевелить губами, внутри него ответил ему словами, если ты готов обменять свою жизнь на мою, завтра ты уйдешь отсюда своими ногами здоровым. И вот этот человек встретился мне на пути, полностью измененной жизнью, потряс меня этим чудом, потряс меня вообще вот невероятными изменениями, и Он привел меня в Пятидесятническую церковь, где я на тот момент самоуверенный тип, гордый собой, не имевший никаких серьезных проблем, год ходил и не каялся, присматривался и ловил всякую гнилуху, всякую, во-первых, я как бы ждал, что там КГБ везде. Год это еще немного, некоторые десятилетия. И я там не покаялся, а покаялся больше, чем через год в Оля Висте, в Таллине, куда приехал в командировку, и вот там произошел этот взрыв и переворот в моей жизни. Изумительно. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо большое, Борис Саулович. Знаю, что Вы заняты, знаю, что много всего, но Вы почтили нас своим присутствием. Юрий, большое спасибо, что Вы согласились быть вместе с нами. Друзья, спасибо, все, которые смотрели нас по интернету, все, которые присутствовали в зале, пусть будет прославлен Господь Иисус Христос и Отец Небесный. Благодарим Тебя, Отец, поклоняемся Тебе, чтим Тебя, смиряем наши сердца перед Тобой, изумляемся Тобой, Господь, и открыты для Твоих откровений, для перемен. Благослови народ Твой, Израиля, благослови Церковь Божию, благослови нас правильно понимать все, что Ты делаешь, насколько мы можем сохранять наше сердце искренним. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.